Странная, конечно, эта история с Сергеем, который врач, потому что у Сергея есть сестра, есть племянник, квартира принадлежит сестре. Но удивительно, что они к нему не приходят, а, может, приходят, а доброделы просто так ездят к нему, чтобы пилить контент. Или они прекрасно знакомы с сестрой, и её всё устраивает. Всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброделов. Да-да, снова о Доброделах. И обсудим всю эту ситуацию с Сергеем, который врач. Врач он или не врач, это нам неизвестно. И, знаете, возможно, и такое, что он вообще никак не относится к медицине по профессии. Знаете, я вот задумалась о том, что, судя из роликов, он совершенно не может сам за собой ухаживать. То есть, он не может себе приготовить есть, потому что мы с вами видели, как он включает плитку, а сейчас он уже забыл, как это делать. И я, знаете, о чём задумалась? Я задумалась о том, что, возможно, у него и нет таких продуктов, которые нужно готовить. Возможно, поэтому бабушка ему приносит суп. Возможно, и сестра, возможно, и племянник. Но в связи с тем, что он не помнит или, ну, в зависимости от его болезни, он, ну, не запоминает, да, что кушал он или не кушал. И, возможно, ему кажется, что он и не кушал, а на самом деле он уже сто раз поел. С ним очень странная ситуация. И более странно, что такому человеку очень опасно находиться одному. У него нет в двери замка. И кто-то там написал, многие написали, вот, почему не поставят замок, почему не сделают. Ребят, а может, это именно по той причине, чтобы потом этот замок не ломать? Может, специально нет замка, потому что его постоянно контролируют. В связи с такой ситуацией, что он ничего не помнит, он всё забывает и вообще очень странно себя ведёт. Знаете, вот мне было бы страшно такого человека одного оставлять в квартире. Может, у него поэтому и розетки не работают, чтобы не случилось какое-то замыкание. Может, это всё специально. Но, вы знаете, мне лично было бы страшно. У него есть сестра, зовут её Елена. Почему Елена Циммер, которая указана имя и фамилия в квитанции за свет, что оплачивали мальчики, не может заняться своим братом? Я не могу понять одного. Или это точно такая же картина, как было с бабой Галей, что Жене было удобно, что доброделы занимаются бабой Галей, а теперь ему, видите ли, уже плохо. Ну, ладно, плохо, неплохо, тема уже закрыта. Или она не в курсе, что к её брату приезжают вот такие непонятные блогеры, которые его снимают на видео и выкладывают в социальную сеть. Вот вопрос. И из-за того, что мальчики у нас никогда не говорят правды, так и получается куча вопросов. То ложная какая-то баба Галя, то непонятный Сергей. И самое интересное, все достаточно проблемные. Баба Галя была очень проблемной бабушкой. И здесь не менее проблемный Сергей. Но заметьте, что мальчики не хотят заниматься его здоровьем. Они не собираются ходить с ним по анализам и обследованиям. Они бегом-бегом убегают. Даже плевать, что у Сергея отключена холодная вода. И ведь это неспроста. Если за ним не ухаживает сестра, то они, зная то, что у него отключена холодная вода, оставляют человека в опасности, зная, что он может включить кипяток и ошпариться. Человек ничего не помнит, ничего не знает. Он всё забывает, забывает, как он готовил, что он делал, несёт продукты, чтобы ему приготовила бабушка. Он там выбрасывает пустые банки, потом говорит, что это не он, а может он и не помнит, что это делал он. Потому что у него состояние невменяемости. Он не может даже самостоятельно передвигаться. И он в основном лежит. Так почему же тогда мальчики так смело оставляют его в опасности? Не потому ли, что знают, что за ним есть уход сестры? И это просто по знакомству пилят ролики. Ребят, как вы думаете? Для меня эта ситуация напряжённая, потому что в первую очередь человек непонятный. А непонятный он из-за того, что у него какое-то серьёзное, сложное заболевание. И опять же, был ли терапевт или нет? Или терапевт, о котором говорили, даже и близко не приходил? Хотя, ну, Сергея-то не подговоришь, да? Это лень, можно сказать. А Сергея нет. Ну, под видом терапевта может быть обычный человек. Очень много сомнений, очень много недоверия, ребят. Но оставляют в опасности человека. Я понимаю, что мальчики не боятся. Ну, потому что якобы, при чём тут они? Они тут решили помочь, а они тут ни при чём. Да нет, они тут тоже при чём-то. Потому что ролики-то они при чём-то выставляют в общий доступ. Так почему же, ребят, Елена Циммер не хочет ухаживать за своим братом? Но квартиру ему предоставила для жилья. И даже он там развёл насекомых, клопов. И её это особо не волновало. Вот где зарыта тайна, ребят? Здесь далеко что-то не так. Но каждая тайна всегда раскрывается. Мальчики, если вы пытаетесь ввести в заблуждение людей, то не всегда у вас это получается. Мальчики, в ваших видеороликах столько проколов, столько обмана, столько лапши, что верить вам могут только ваши хомячки. А нормальные, адекватные люди давно вам уже не верят. И ваши добрые дела совершенно не похожи на добрые. Для меня, услышав, что Сергей отключил холодную воду, ну и что он её сам там отключает, это уже не доброе дело. Когда вы знаете об этом, уходите, это злое дело. Именно самое настоящее злое дело. Я не знаю пока, где тайна зарыта, но всё всегда открывается, ребят. Ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу. Почему Елена Циммер, будучи сестрой Сергея, оставила ему квартиру, где он развёл клоповник, где он развёл клоповник, и почему она не помогает своему брату хотя бы оформить инвалидность. Ну или помогает, а нас просто-напросто водят за нас. У меня всё, ребят. Желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких, а я вас обнимаю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»